В прошлом году Челябинская телерадиокомпания подробно объяснила и показала, как мотогорская команда «Мотограсснина» на новеньких «Хондах» вкатилась в высшую лигу. Для чего она это сделала? Чтобы робкими неофитами выглядывать из-за спин сильнейших москвичей, петербуржцев, челябинцев, полоградцев. Или с нахальством, тоже свойственным новичкам, сразу же предложить лидерам потисниться. А ответ на эти вопросы должен был дать итог первого этапа чемпионата России по мотокроссу высшей лиги, который состоялся в начале июня в Магнитогорске. Очень успешно выступили. Сейчас все 10-летие окончательно подведет итоги. Они в эту высшую лигу вписались, как будто слабенькие, потому что они именно показали, что достойны выступать в высшей лиге. Разговор этот состоялся, как поняли самые догадливые, в конце соревнований. Но включили мы его в начало для самых неперепеливых, чтобы от сердца у них отлегло. Магнитогорцы выступили достойно. Не осрамились перед грандами мотокросса. Но теперь во всем по порядку и слову по традиции, тем, без кого эти соревнования вообще бы не состоялись. То, что мы здесь помогаем, это, скорее всего, для того, чтобы этот вид спорта из сегодняшнего окулярен в нашем городе, пошел у нас все дальше. Потому что сейчас они борются на уровне России. Там международные соревнования дальше будут. Я хочу видеть свою страну прекрасную и хорошую. Это для людей приятно. Для нас спорт должен развиваться. Россия должна быть международной релиейкой. Я лично всей душой поддерживаю это мероприятие, потому что я сам как-то в юности, в детстве занимался спортом. И только, так сказать, с обеими руками. У нас только процветало в городе все это. Не только в городе. У нас участвует команда из Челябинска, Благоуста. То есть, славянский спорт. Конечно. Но приятно, что в нашем городе проходят эти соревнования. Значит, уже что-то движет людьми, а то их предпочтение не будет. И, соответственно, болеем за Магнитогорцы. За свои. Расклад сил у наших земляков был примерно одинаковый. Челябинская специализированная детско-юниорская школа, где тренером знаменитый Александр Платонов в качестве козырного короля держала человека из легенды Андрея Ледовского. Магнитогорцы, сохранив прошлогодний состав, из которого многие гонщики имели личные победы в крупных коммерческих турнирах, тоже, как говорится, имели шансы. Ну а первым из магнитогорских гонщиков выстрелил Дима Виноградов. На мотоцикле класса 80 кубических сантиметров он победил в обоих заездах. Но интервью челябинскому телевидению он дал после выигрыша первого. Тогда еще никто не знал, что монтогорцев ожидает провал в классе 125 кубиков и триумф в категории самых тяжелых мотоциклов 250. Ну а Дима был первой ласточкой. Именно он поймал фарт во время гонки. Дима, насколько я понимаю, это первое проигрываю в жизни, да? В Донецке второе. А кому ты давал? В Калуге, в Тонком-Калужскому. В Телевидении, да? Там тоже первое место, да? Да. Так ты уже чемпион признан, нет? Да нет, только в 91-м году, в классе 60-х был чемпион в России. Сколько лет ты был? Десять. Вот так вот, да? У тебя что, занимался папа, братство, все оттуда? Нет, папа-то занимался, гонялся в мотоцикле, на чинетрах. А ты на чем, на Хондусе? Да, я на Каласаки. Дима, тебя, наверное, бесполезно спрашивать, а то, за что ты любишь этот спорт. А папа тебе был, да? Да, да, конечно. А когда перейдешь на 125 кубиков? На... Не следующем, а еще чуть-чуть. Уже тренировался? Нет, еще пока не ездил. Хочется, да? Давай-ка, Урал? Вот так себе, немножко хочется. Виноградов сын Виноградова, сами слышали сын гонщика. В Магнитке нет пока школы, где бы мальчишки с 7 лет могли оседлать гоночный мотоцикл. Эта роскошь доступна лишь детям-гонщикам. И вот такая лидарность лишает возможностей для селекции. То есть, отыскивать таланты, можно быть, и в местах, вроде бы непригодных для средообитания гения. Тем более, что этот вид спорта предполагает участие самых-самых сорвиголов. Людей смелых, отчаянных. Хочется верить, что такая школа в городе Мгалургов будет. А вот в Челябинске она уже есть и имеет богатые традиции. Они мои конкуренты, противники, скажем так. Я думаю, они мне тоже подсказывают, что-то замечают. В спорте до соревнований, я не всегда, друзья, подсказывают. Ну, а в гонке каждый сориентируется. Андрей, вот как ты, в принципе, оцениваешь, с точки зрения истории развития национального спорта, советского еще, да? По возникновению этой команды Магнитогорской на высшем Олимпе? Ну, вообще, я хотел бы сказать, что сейчас спорты из центра России переходят на Урал, Сибирь. То есть, ну, нормальные, скажем так, мужики там живут, предприниматели все. Дают деньги, поощряют сами из трудных семей, будем говорить так. Они помогают спорту, знают. И многие бывшие спортсмены, многие хотели заниматься спортом, но не было возможности. То есть, они сейчас богатые люди, коммерсанты, помогают в виде спорта. На этих состязаниях звезд уровня Ледовского не было. Но это если учитывать прошлые заслуги Андрея. А вот нынешние гонщики, Дементьев, Дакимов, Овчинник, магнитогорцы, они способны сегодня в России выйти на самые высокие рубежи. Но если этот кубок России открытый, то почему не приехали талантливые шейгонщики Украины, страны Прибалтики? И вообще, где они? Куда ушли? Об этом мы спросили Андрея Ледовского. Они ушли в Финляндию, в скандинавские страны, в Бельгии, Голландии, туда, в страны Бенилюкс. И там они занимаются. Многие стали ведущими спортсменами даже мира. Ну как ведут, там в десятки едут. Те, которые были, скажем, в сборной Советского Союза. Но ты их всех знаешь, да? Всех знаю, конечно, со всеми встречаюсь. Ты мне всех выигрывал, да? Всех выигрывал и помогал, они мне помогали. То есть мне многие молодые. Нет, нормально, спорт жив, спорт будет жить. Ну а ты зачем живешь сейчас? Тебя этот уровень устраивает, нет? Меня этот уровень устраивает, потому как кроме спорта, с годами появляются другие проблемы. Жена, дети, компонент. То есть меня этот уровень устраивает. Я езжу по России сейчас в основном. Мне интересно. И люблю я это. Андрей Ледовской и в первом, во втором заездах был вторым. Символично то, что в обоих случаях он уступал Малентогорцам. Сначала Дементьеву, потом Евдокимову. А вообще в классе самых мощных машин Малентогорцы пытались отыграть очки, которые потеряли в заездах мотоциклов с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Но челябинские гонщики общекомандного первого места так и не отдали. По сумме двух заездов чемпионом стал Сергей Евдокимов в классе 250 кубов. Знакомьтесь с победителем первого этапа высшей лиги. На счет мастерства, тут только мастерство. У всех все равное. Равное мотоциклы, форт, машины. И фарт, да, наверное? Фарт такой. Какые хоккеисты говорят так. Фарт старт, а там уже все это умение зависит. Мастерство. Да. Слушай, а себе немножко скажи-то, откуда ты занимался и начинал? Занимался в Волгограде, в жиле Волгограде. Сейчас выступают просто по контракту, по-моему, где Тагурскому команду. Поскольку наш оператор эти гонки снимает уже третий год подряд, то он успел отойти от педестала почета, когда оттуда начало фонтанировать шампанское в счастливых руках чемпионов. Итог первого этапа для нас, южноуральцев, впечатляющий. Команда Челябинска на первом месте, Магдагурцы на втором. Бронзу у команды Чапаевского клуба СК «Полимер» Самарская область. Следующие два этапа уже прошли в Копейский и Челябинский. И шансы на победу у наших земляков, сами понимаете, имелись. Ну а теперь итоговое интервью с главным виновником торжества, записанное под рев моторов, мотоциклов и частных показательных выступлений. Почему грустные глаза? Ну, хотелось бы большего, чтобы лучше всех в команде проехали, стабильнее, но все не может так получиться, как вообще. За Копейский чисто Магдагурский однако, куда еще лучше? Ну, ребята, для всех заездов, как первое место, примерно 100 сантиметров. Да, конечно, ну, в юниорах отлично проехали, хорошо в 250, но тоже могли бы лучше и первый заезд проехать, потому что там нашли на стартовой площадке именно два наших горщика состыковались. В итоге не такой хороший результат, как это было. Конечно, второй заезд весь парад был. Субтитры сделал DimaTorzok